так здравствуйте ребята сегодня у нас очередная лекция по теории групп и тема у нас сегодняшняя лекция такая прямое и полупрямое произведение групп так ну для чего вообще говоря применяются вот эти вот произведения ну во первых эта конструкция позволяет по уже имеющимся группам строить новые группы ну а вторая ситуация это когда у нас есть какая-то ложная группа и с помощью вот этой конструкции мы можем ее раскладывать скажем прямое произведение более простых групп ну и таким образом изучать как бы внутреннюю структуру группы или скажем полупрямое произведение опять же каких-то подгруппы тоже позволяет изучать внутреннюю структуру группы то есть дальнейшем мы с вами будем применять в эту теорему эти теоремы которые мы сегодня рассмотрим для скажем так с одной стороны изучение внутренней структуры групп из другой стороны классификации вот на этом пути например мы получим классификацию всех конечных абелевых групп докажем что они вот раскладываются в прямую сумму если рассматривать группы относительно операции сложения ну каких-то скажем так известных более простых подгрупп так вот начнем с определения внешнего прямого произведения так напишем определение внешнее прямое произведение 2 групп так для определенности я буду считать что у меня группы мультипликативным так мы давно уже считаем поскольку операции умножения перед писать больше всего и так пусть у нас есть две группы а и b а и b группа внешним прямым произведением групп а и b и сразу напишу как она обозначается обозначаемым с помощью такого знака умножения обозначаем а умножить на б внешним прямым произведением групп а и b называется множество а вот такое множество напомню мы называем декартовым произведением двух множеств она состоит напомню из упорядоченных пар вида а b где а принадлежит первым аргументом в втором на сексе напишу множество пишу декартовое произведение состоящие из упорядоченных пар вида а b где а принадлежит группе а а b принадлежит группе так ну понятно что есть множество нужно задать операцию операции по компонентного умножения по компонентное умножение означает следующее что если вы упорядоченную пару а 1 b 1 умножаете на пару а 2 b 2 где понятно что а 1 принадлежит а б 1 принадлежит б здесь тоже самое то получается пара а 1 умножить на 2 b 1 умножить на б так ну вот определение мы с вами записали но корректность его вообще говоря нужно обосновать внешним прямым произведением группа и бы называется множество с таким вот с такой операции а будет это множество группы давайте подумаем ну понятно что во первых мы видим что операция произведения тоже дает упорядоченную пару и значит эту порядочная пара принадлежит декартовом произведения а и а и на b если операция определена на множестве декартовом произведения дальше когда мы будем проверять ассоциативность понятно что ассоциативность конечном счете сведется к тому что у нас произведение трех элементов первом аргументе 1 2 3 для него будет удовлетворяться ассоциативность и для трех аргументов во втором для трех элементов во втором аргументе то же самое будет выполняться ассоциативность очевидно так вот нейтральный элемент как вы думаете какой здесь будет нейтральный элемент совершенно верно пара нейтральных элементов давайте для простоты считать что у нас в обеих группах а и б Нейтральный элемент это будет просто E обозначаться. Чтобы не писать E1, E2 и каждый раз следить, где какой нейтральный элемент. Итак, давайте запишем. Нейтральный элемент это будет просто пара E, E, принадлежащая A на B. И тогда обратно. Обратный к паре А, B тоже понятно, какой будет иметь вид. Для пары А, B обратный будет A в минус 1, B в минус 1. Так, ну вот мы и обосновали, что множество всех упорядоченных пар вида А, B, вот с таким вот умножением, покомпонентным мы говорим, является группой. Эта группа называется внешним прямым произведением групп А и Б. Так, ну а теперь простейшие свойства. Мы соберем такое утверждение 1. Простейшие свойства внешнего прямого произведения. Итак, во внешнем прямом произведении А. Во внешнем прямом произведении А на B. есть подгруппа А умножить на Е, которая изоморф на А, и подгруппа Е умножить на Б, которая изоморф на Б. Как говорят иногда, что вот эта подгруппа, это как бы изоморфная копия группы А, а это изоморфная копия группы Б. Вот есть изоморфные копии групп А и Б во внешнем прямом произведении. Так, вторая часть Б. Построенные подгруппы А на Е являются нормальной подгруппой в А на Б. И, соответственно, Е умножить на Б это нормальная подгруппа тоже в А на Б. Итак, построенные подгруппы, они являются нормальными во внешнем прямом произведении. Вот это свойство Б. Так, следующее свойство В. Элементы этих подгрупп, элементы этих подгрупп, а именно таких подгрупп А на Е и Е на Б, коммутируют между собой. Коммутируют между собой. И последнее свойство Г такое. Сама группа А на Б является произведением этих подгрупп. А на Е умножить на Е на Б. Итак, группа является произведением выбранных двух подгрупп. Так, ну давайте это доказывать. Так, ну я думаю, понятно, что вот это действительно будет подгруппа во внешнем прямом произведении. Потому что из каких вот пар состоят элементы вот этого произведения? Они состоят из пар вида А и Е. Когда вы такие пары перемножаете, я думаю, понятно, что получается пары тоже такого же вида. Ассоциативность очевидна. Нейтральный элемент, это опять же будет пара Е и Е. Значит, и обратный тоже очевиден. К паре А и Е обратный будет А минус первый Е. Вот единственное, что, почему вот эта вот подгруппа изоморф на А? Ну давайте изоморфизм напишем. Итак, изоморфизм. Это когда паре А и Е сопоставляется просто элементом. Вот как бы такая вот проекция на первую компоненту. Понятно, что это будет изоморфизм. Так, давайте часть Б докажем. Почему это будет нормальная подгруппа? Ну давайте опять же для А на Е вторая часть будет доказывать аналогично. Давайте возьмем, например, такой элемент А штрих Е, принадлежащий паре произведению А на Е. Давайте возьмем какую-то пару А, Б, принадлежащую внешнему прямому произведению. Так, мы хотим проверить, что сопряженный вот к этому элементу снова лежит в этой же подгруппе. Давайте сопряженный составим. А, Б в минус первой на А штрих Е на А, Б. Перемножая вот по правилу, по компонентному умножению, что мы получим? Мы получим А в минус первой А штрих А в качестве первой компоненты и Б минус первой, Е, Б в качестве второй компоненты. Ну и понятно, что здесь у нас происходит сокращение, получается Е. Значит, это принадлежит А на Е. А на Е. Так, ну вот мы проверили, что вместе с каждым элементом этой подгруппы, а эта подгруппа мы уже знаем во внешнем прямом произведении, и сопряженные элементы принадлежат этой же подгруппе. По критерию нормальности это нормальная подгруппа. Так, дальше часть В. Нужно проверить, что элементы этих подгрупп коммутируют. Давайте это явно проверим. Итак, возьмем элемент АЕ и ЕБ. Первый элемент принадлежит А на Е. Второй принадлежит Е на В. Давайте перемножим их честно. А на Е умножить на ЕБ. Получается АВ. Это то же самое, что ЕБ умножить на АВ. Итак, мы проверили, что соответствующие подгруппы коммутируют. Так, ну и наконец, второе условие. Условие АГ, извиняюсь. Давайте проверим. Условие АГ. То, что произведения этих подгрупп дают все внешнее прямое произведение. Действительно, возьмем любую пару АВ. Вот такого вида. И запишем ее в таком виде. Как АЕ умножить на Е. Я верхнее равенство просто переписываю в обратном порядке. Понятно, что первый множитель принадлежит А на Е. А этот принадлежит Е на В. Итак, перемножая элементы указанных подгрупп, мы говорили из аморфных копий групп А и В, мы получаем все, любые пары из внешнего прямого произведения. Значит, условие Г тоже выполняется. Так, я думаю, что здесь все понятно. Так, дальше давайте еще запишем такое утверждение А2. А, А умножить на Б, из аморф на Б умножить на А. И второе. А на Б на С равно А на Б на С. Ну, это как бы уже свойство самого внешнего прямого произведения. Ну, тоже довольно очевидное утверждение. Давайте просто укажем из аморфизма в данном случае. Вот. Почему такие вот внешне прямые произведения из аморф? Ну, понятно, что мы должны взять пару А, Б в качестве из аморфизма Фи и сопоставить ей пару Ба. Ну, очевидно, что Фи взаимно однозначно. Условия гаморфизма вы проверите сами. То есть оно тоже очевидно здесь выполняется. Итак, из аморфизм вот таких двух внешних прямого произведения мы установили. Так, ну, а здесь, наверное, тоже лучше сказать, что не равно, конечно, а из аморфны, такие вот группы. Так, ну и давайте здесь тоже из аморфизм напишем. А, это Б. Значит, если мы возьмем пару А, Б, С, то ей нужно сопоставить порядочную пару А, Б, С. Ну, и вот, собственно говоря, легко проверяется, опять же, что это будет из аморфизм вот этих групп. Так, ну и смысл этого утверждения 2 заключается в том, что когда мы говорим о внешнем прямом произведении, мы можем переставлять множители местами и, вообще говоря, можем и не ставить скобки. Поэтому, если у нас, например, будет несколько групп, понятно, что эта конструкция распространяется на несколько групп. Например, мы можем написать А1, А2 и так далее, АН. Вот такое вот внешнее прямое произведение N-групп. Значит, здесь понятно, что элементами будут упорядоченные наборы А1, А2 и так далее, АН. Скобки обычно в таком произведении не ставят. Вот как раз в силу вот того, что выполняется ассоциативность. Порядок здесь тоже значения как бы не имеет. Можно в любом порядке их записать. Итак, вот такие наборы с покомпонентным умножением как раз образуют внешнее прямое произведение N-групп. Ну и можно сказать так, что вот сама вот эта операция внешнего прямого произведения, она множество всех групп как бы превращает в полугруппу. Что такое вообще говоря полугруппа? Давайте вспомним. Полугруппа — это множество, на котором определена ассоциативная операция. Вот в качестве такой операции как раз мы можем взять внешнее прямое произведение. И вот ассоциативность, вот она здесь написана. Давайте запишем такое следствие. Что множество всех групп относительно операции внешнего прямого произведения образует полугруппу. Множество всех групп относительно операции внешнего прямого произведения образует полугруппу. Причем это полугруппа Абелева. Причем это полугруппа Абелева, поскольку множители можно менять не стану. Причем это полугруппа Абелева. Так, дальше давайте такое утверждение докажем. Причем это полуг volts. но вы немножечко меня переджать я об этом скажу чуть позже хорошо да можно я собирался и та конструкция которая брить называется уже внутреннее прямое произведение вот они я чуть позже расскажу так пусть а1 подгруппа группы а в 1 подгруппа группу бы помнишь вот такой знак означает что мы посмотрим подгруппу тогда а1 на b1 это подгруппа ванна так более того давайте запишем более того если один нормальная подгруппа в группе а и b1 нормальная подгруппа группе b то а1 на b1 будет нормальная подгруппа ванна так и давайте здесь напишем последним случаем то есть когда мы имеем такие вот нормальные подгруппы выполнено тоже здесь такое фактор группа а на b по а1 на b1 изоморфно изоморфизма а по а1 умножить на b по b1 доказательств так на я думаю понятно вот здесь подгруппа просто по критерию подгруппа проверяются если перемножаете порядочные пары лежащие в 1 на b1 их произведение тоже будут порядочные пары лежащие там же понятно причина потому что а1 и b1 подгруппа замкнутость относительно взятие обратного элемента очевидно тоже выполняется опять же потому что а1 и b1 это подгруппы и так вот это вот очевидно первое так нормальность ну давайте проверим нормальность нормальность принципе мы уже проверяли сегодня давайте похожим образом проверим значит пусть у нас а штрих б штрих принадлежит а1 на b1 и пара x y принадлежит а на b но опять же давайте действовать по критерию нормальности составим элемент сопряженный вот к этому элементу а штрих б штрих получаем x y минус 1 на а штрих б штрих на x и перемножаем получаем с минус 1 а штрих x y минус 1 б штрих и но так как а1 нормально в а понятно что то множитель будет принадлежать чему будет принадлежать а3 а1 соответственно здесь множитель будет принадлежать б 1 так как b1 нормально в ну вот собственно грею все мы взяли порядочную пару из а1 на b1 и проверили что сопряженная пара тоже принадлежит а1 на b1 да и грек минус 1 конечно так ну и осталось только доказать последний пункт итак мы доказали что а1 на b1 нормальная подгруппа а на b вот давайте этот нижний изоморфизм докажем так последний случай давайте разберем последний случай так давайте рассмотрим такое отображение которое я напишу а на b отображает в а1 на b1 отображает сейчас так итак отображение мы устроим так паре а.б. сопоставим пару такую а1 б.б. принадлежащий вот такому внешнему прямому произведению так ну я думаю понятно что фигоморфизм легко проверить фигоморфизм групп так дальше я утверждаю что фи очевидно сюриктивен и сюриктивен понятно почему потому что если мы возьмем вот такого вида порядочную пару лежащего в этом произведении то понятно что она является образом а.б. так сюриктивность тоже выполняется так ну а теперь давайте найдем ядро фи фи и так понятно что вот при таком отображении здесь у нас будет в этом произведении какие будут пары являться нейтральным элементом это пара будет а1 б1 правильно и так нейтральный элемент давайте напишем ядро фи это будет пары а.б. а.б. из а на b такие что такие что а.а.1 b.b.1 это у нас и от а.б. написано здесь и вот это как раз есть нейтральный элемент нейтральный элемент во внешнем прямом произведении так ну и что тогда это когда эти две пары равны ясно когда а принадлежит а1 и b принадлежит b1 и так верно ухи получается а1 на b1 так ну а теперь применяем основную теорему о гоморфизмах по основной теореме о гоморфизмах и суриктивен действует вот на эту группу значит получается что образ группы изоморфен фактор группе по ядру гоморфизма значит а по а1 умножить на b по b1 изоморфен фактор группы а на b по ядру а ядро у нас вот мы записали а1 на b1 так хорошо это было утверждение 3 так такое следствие из него запишем итак пусть у нас а1 будет сама группа а а b1 это будет просто нейтральный элемент тогда давайте посмотрим а по а1 такая фактор группа понятно что мы а факторизуем по а как бы это будет просто единичный так и b по b1 b по b1 поскольку b1 это е просто изоморф на b и так понятно что в левой части что мы получаем е умножить на b получается как бы изоморф на просто b так так в левой части группа изоморф на b а в правой части что мы получим а на b а на b почему профакторизованная по а1 на b1 понятно что а1 на b1 такое внешнее прямое произведение даст просто группа а ну в данном случае конечно группа а не лежит во внешнем прямом произведении но здесь мы знаем есть изоморфная копия и давайте в дальнейшем будем вот эту вот изоморфную копию группа а ну как бы просто обозначать как а раньше я писал а на е это вот изоморфную копию группа а ну а часто вот это вот для упрощения обозначает просто а копию которая лежит во внешнем прямом произведении итак мы доказали что b изоморф на вот таком вот такой вот фактор группе а по b по а подразумевая конечно что здесь а это подгруппы вот такого вида а на е так ну и аналогично можно записать аналогично мы получим что а а будет изоморфно а на b профатеризованная по b где b на самом деле запишу b это подгруппа вида е умножить на b и в дальнейшем тоже вот мы будем вот эти две подгруппы отождесят b и е на b так проще так ну а теперь давайте докажем уже теорему у нас были утверждения о разложении группы в прямое произведение нормальных подгрупп теорема 1 по разложению группы в прямое произведение прямое произведение и это вот прямое произведение мы потом назовем внутренним я сразу напишу внутренние нормальных подгрупп так определение внутреннего прямого произведения у нас будет чуть позднее но пока вот можно так это слово внутренне не обращать внимание и так теорема разложение группы в прямое произведение нормальных подгрупп и так пусть же группа и в ней подгруппы а и б нормальные и так а нормальных подгруппу в же б нормальная подгруппа в же причем 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 выполняются такие условия а пересечение подгруппы а и б тривиально второе условие б уже является их произведение мы уже с вами доказывали что произведение двух подгрупп нормальных оно тоже как бы является подгруппой в группе ж но вот это вот произведение а на б в данном случае но будет совпадать с группой ж тогда тогда ж является ж лучше написать так изоморфно же изоморфно внешнего прямого произведения группа а и б я так напишу вправо внешнее прямое произведение групп а и б так еще раз значит теорема разложения группы в прямое произведение нормальных подгрупп и так дано что же группа в ней есть две нормальные подгруппы которые тривиально пересекаются то условия а и же является их произведение тогда утверждается что же изоморфно внешнему прямому произведению группа а и б так доказательства для доказательства первая часть давайте заметим следующее на самом деле любой элемент взятый из а и любой элемент взятый из б обязательно коммутирует между собой так что до любого а из группы а до любого б из группы б можно записать вытекает отсюда что а б равно б а давайте это докажем для того чтобы это доказать рассмотрим такое произведение а б а в минус 1 б минус 1 в этом произведении можно ставить по-разному скобки давайте я сначала вот так поставлю скобки ну грубо говоря сначала мы перемножаем эти три элемента потом умножаем на б минус 1 или я могу вот так поставить скобки а на б а в минус 1 б минус 1 ну такая вот как бы обобщенная ассоциативность у нас возникает так давайте посмотрим у нас а и б нормальные подгруппы в жер вот это написано здесь элемент который сопряжен элементу б и в силу нормальности или по критерию нормальности вот это произведение должно где лежать в какой подгруппе б и умножается это элемент из б снова на б минус 1 понятно что это произведение принадлежит б теперь посмотрим направо здесь у нас элемент а минус 1 который принадлежит нормальной подгруппе а а это элемент скобочках сопряженный к и опять же по критерию нормальности вот это произведение из трех элементов где должно лежать в а уже нет раз и так вот эта скобочка принадлежит а умножается еще на а значит все произведение принадлежит а так ну и понятно что раз у нас эти два произведения равны между собой я сказал об обобщенной ассоциативности то понятно что это один и тот же элемент который лежит в а и b но у нас пересечение а и b по условию тривиально состоит только из нейтрального и так мы можем записать что вот это произведение которое мы взяли длины 4 оно на самом деле равно е я так это и запишу а b а в минус 1 b минус 1 равно е ну и осталось только домножить это выражение справа на b а тогда мы получим как следствие что а b равно b а вот это мы и хотели доказать что два производных взятых элемента из подгрупп а и b они между собой коммутируют а b равно b вот мы это доказали так дальше ну а теперь давайте переходить уже к доказательству изоморфизма что группа g у нас изоморф на внешнему прямому произведению подгрупп а и b давайте изоморфизм устроим так я возьму отображение вот этого внешнего произведения на группу g запишу вот так и а на b отображает g и упорядоченной паре а b мы сопоставим под действием фи просто произведение а на b произведение у нас имеет смысл потому что а и b это подгруппы в группе же значит мы можем просто элементы из а и b перемножать так я утверждаю что фи это гомоморфизм так b1 давайте проверим что фи это гомоморфизм групп действительно если мы возьмем пары а1 b1 и а2 b2 их перемножим применим фи это будет то же самое пока поставлю знак вопроса мы это проверяем это будет фи от а1 b1 умножить на фи от а2 b2 и так вот на условия гомоморфизма сейчас мы его проверим здесь если мы перемножаем пары у нас получается и от а1 а2 это b1 b2 ну а по определению фи такой упорядочной паре сопоставляется просто их произведение значит слева у нас получается произведение а1 а2 b1 b2 теперь смотрим что будет справа здесь фи от а1 b1 мы знаем это будет произведение а1 на b1 а фи от а2 b2 это будет произведение а2 на b2 давайте сравним то что получилось слева и то что получилось справа ну видно что как бы они отличаются только посредине вот этих двух множителей а2 b1 и здесь b1 a2 но мы только что в первой части доказали что у нас эти элементы коммутируют правильно мы можем спокойно переставлять элемент b1 из подгруппы b и элемента 2 из подгруппы а раз они коммутируют и так получаем что фи является гоморфизмом групп так дальше проверим что фи сюрреективно b2 фи сюрреективный гоморфизм ну теперь как раз мы воспользуемся тем условием что у нас же является произведением подгруппы а и b вот как это нужно понимать что если возьмем произвольный элемент же из группы же то он представляется в виде произведения элементов а и b и так и запишу условиям до любого элемента же принадлежащего а умножить на принадлежащего группе же найдутся элементы а и b соответствующих подгруппы такие что же является их произведение произведение подгруппа на группу b дает же значит каждый элемент же вот представляется виде произведения а мало ли на b мало так но а а умножить на b это то же самое что фи от пары а и так вот не доказали что найдется такая порядочная пара во внешнем прямом произведении которое выбранный элемент же отображается значит фи сюрреективно отсюда следует что фи сюрре тим так хорошо и осталось доказать что фи инъективным и не активно пока поставим знак вопроса мы знаем что если у нас есть какой-то гоморфизм групп то инъективность равносильно тому что ядро состоит только из нейтрального элемента давайте на сексу эту фразу запишем инъективность гомоморфизма инъективность гомоморфизма групп равносильно тому что ядро тривиально мы это доказывали своими по вам даже еще на первом курсе и ник инъективность гомоморфизма групп равносильно тому что ядро гомоморфизма тривиально вот давайте проверим какое ядро имеет итак здесь у нас нейтральный элемент это е и так предположим что у нас фи от а б какой-то пары то есть а умножить на b равно и вот нужно найти для каких элементов а и б их произведение дает е оказывается не так уж много таких упорядоченных пар а б которые переводятся в е так давайте вот что заметим отсюда следует в частности что а равно b минус 1 и опять мы видим что у нас раз между ними стоит равенство значит это один и тот же элемент левая часть а очевидно принадлежит а правая часть b минус 1 принадлежит бы а раз это один и тот же элемент за что он лежит одновременно и в а и б отсюда следует что а равно b минус 1 какой у нас элемент лежит пересечении а и б только и значит получается что это равно е и так мы доказали что и а равно е и б равно е то есть только упорядоченная пара е е переходит в нейтральный а это означает инъективность инъективность всего того что ядро тривиально так вот мы установили изоморфизм и мы можем заметить теперь следующее что фактически если вот выполняется условия теорема 1 то мы можем считать что группа является внешним прямым произведением подгрупп а собственно говоря вот эти условия которые здесь перечислены а именно что а и б нормальные подгруппы что они тривиально пересекаются и что же произведением эти условия как раз с помощью этих условий вводят определение внутреннего прямого произведения если условия эти выполняются то говорят что группа же является внутренним прямым произведением подгруппы а и б давайте это запишем определение определение если выполняется условия теоремы 1 если выполняется условия теорема 1 то говорят что группа же является внутренним прямым произведением своих подгруппы а и б если выполняется условия теорема 1 то говорят что группа же является внутренним прямым произведением подгруппы а и б Ну и поскольку мы говорим, что у нас G — это внутреннее прямое произведение под группой A и B, и оно изоморфно внешнему прямому произведению, значит, вывод какой? Внутреннее прямое произведение изоморфно внешнему. Можно было бы и так сказать. Результат, который мы сейчас доказали. Давайте запишем следствие такое. Внутреннее прямое произведение под группой изоморфно и к внешнему прямому произведению. Можно и так сформулировать теорему 1. Следствие. Внутреннее прямое произведение под группой изоморфно и к внешнему прямому произведению. Ну, все-таки следует, так сказать, понимать, что какая-то все-таки разница между внутренним и внешним прямым произведением есть. И в чем заключается эта разница? Давайте еще раз вспомним. Когда мы говорили о внешнем прямом произведении А на Б, внешнее прямое произведение А на Б, могли ли мы утверждать, что у нас во внешнем прямом произведении есть подгруппа, которая в точности равна А? Нет, мы говорили, что там только есть изоморфная копия А, да? Во внешнем прямом произведении есть подгруппа А на Е, и эта подгруппа изоморфна А. Но в чистом виде подгруппы А здесь нет во внешнем прямом произведении. Когда мы говорим о внутреннем прямом произведении, вот эти условия у нас выполняются. У нас в чистом виде есть подгруппа, которая лежит в G, которая является нормальной подгруппой, и которая изоморфнар. Понятно, да? Значит, все-таки отличие есть. Но в дальнейшем все-таки, в силу того, что мы записали только что следствие об изоморфизме внешнего и внутреннего прямого произведения, я буду все-таки слова внешнее и внутреннее опускать. И так я как бы зафиксировал, что разница между ними есть, но она, так сказать, такая незначительная, что, в принципе, часто слова внешнее и внутреннее опускают и говорят просто о прямом произведении. Каждый раз, так сказать, из контекста будет понятно, это внешнее или внутреннее. Так, ну и еще одно такое замечание. Вот мы с вами доказывали, что у нас элементы из подгрупп А и Б коммутируют. Как вы думаете, а можно ли утверждать тогда, что если у нас G является внешним прямым произведением, или внутренним прямым произведением, то обязательно G – Абелево? Такой вот вопрос. Можно ли утверждать, что G – Абелево? Вот вроде бы же элементы коммутируют, а B равно B. Да, совершенно верно. Мы доказали только, что элемент из А коммутирует с элементом из Б. Вот это да, выполняется. Но элементы внутри А не обязаны коммутировать. А может быть вполне и не Абелевой. И то же самое B может быть не Абелевой группой. Вот давайте запишем это. Замечание 2 такое. Замечание 2. Если G является внутренним прямым произведением подгрупп, то она вовсе не обязательно является Абелевой группой. То она вовсе не обязательно является Абелевой. А чтобы она была Абелевой, как вы думаете, что должно выполняться относительно этих подгрупп? То есть А Абелево, да? Да, совершенно верно. Вот если каждая поддельность будет Абелева, А будет Абелева группа, B Абелева, тогда и внешнее прямое произведение, и внутреннее прямое произведение тоже будет Абелевой группой. Тогда вся группа G будет Абелевой. Так, хорошо. Ну а теперь мы рассмотрели с вами операцию, которую мы назвали прямым произведением. Можно теперь уже не говорить внешнее, внутреннее. В дальнейшем она у нас будет использоваться при классификации конечных Абелевых групп. Единственное, так сказать, сразу хочу сказать, различие у нас будет в терминологии такое. Когда мы будем говорить об Абелевых группах, там уместно операцию обозначать не умножением, а сложением. Так же, например, как в линейных пространствах. Линейное пространство, вы знаете, это Абелева группа по сложению. И операция у нас там сложения векторов. Вот как бы исходя из теории линейных пространств, вы увидите, что многие свойства конечных Абелевых групп, они напоминают свойства линейных пространств. Даже понятие базиса, например, существует. У нас будет вводиться такое понятие. И таким образом мы будем, говоря о конечных Абелевых группах, рассматривать их относительно операции сложения. Спрашивается, можем ли мы вот так же для операции сложения вводить внешнюю сумму, скажем, прямую, внутреннюю прямую сумму. Да, конечно, можем. И такие вот обозначения будут у нас. Значит, давайте запишем, что если мы в качестве операции возьмем операцию сложения, то внешняя прямая сумма обозначается вот так. Внешняя прямая сумма. Соответственно, если у нас А и Б подгруппы в группе Ж, Аб подгруппы в группе Ж, и обе они нормальные, соответственно, выполняются условия тривиальности их пересечения. Только здесь уже тогда будет стоять ноль у нас, конечно. Пересекается только по нулю. И А плюс Б дает Ж, вместо здесь, опять же, умножения будут сложения. Тогда мы будем говорить о внутренней прямой сумме. И внутренняя прямая сумма тоже обозначается таким же образом. Будут писаться А плюс Б. Вот такое вот различие в терминологии. Говоря о мультипликативных группах, мы будем говорить о прямом произведении. А говоря об аддитивных группах, мы будем говорить о прямой сумме. На самом деле, это как бы одна и та же конструкция. Понятно почему. Все свойства, которые мы сегодня доказали, они, естественно, будут выполняться. Ну, вот стоит только разница, что некоторые различия в терминологии. Нейтральный элемент будет обозначаться не Е, а ноль. Соответственно, операция умножения вместо взятия обратного элемента будет выступать противоположным элементам. И остальное остается то же самое. И фактически конструкция та же самая. Так, ну а теперь мы можем уже перейти к полупрямому произведению. Сейчас я все... Подготовлю. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, пусть А и Б группы... Опять-таки будем считать, что они относительные операции умножения. И пусть группа Б действует на группу А с помощью какого-то автоморфизма. И задано действие группы Б на группе А. Это действие я буду обозначать так вот. И с индексом А, где А принадлежит А. Итак, И с индексом А будет принадлежать... Ой, извиняюсь, И с индексом Б, где Б принадлежит Б. И вот И с индексом Б будет принадлежать группе автоморфизма группа А. Так, ну раз это у нас автоморфизм, значит, понятно, что у нас и Б от А1 на А2, и Б от А1 на И Б от А2. Автоморфизм — это же изоморфизм группы на себя, соответственно, вот условие вот такой гоморфизма у нас будет применяться. Так, итак, у нас есть действие группы Б автоморфизмами группы А. Так, ну теперь определение. Определение. Полупрямым произведением группы А и Б Полупрямым произведением группы А и Б Называется множество. Опять-таки мы вводим то же самое множество. Декартово произведение А на Б, то есть множество упорядоченных пар в виде А и Б, где А принадлежит А, Б принадлежит Б. С операцией. С операцией такой. Если мы умножаем пару А1, Б1 умножаем на пару А2, Б2, то получается вот что у нас. А1 умножить и Б1 от А2 Б1 возраст. Так, давайте посмотрим, в чем отличие от предыдущего случая. Раньше мы просто говорили, А1 умножается на А2, да, когда говорили о прямом произведении. А здесь у нас А1 умножается на элемент, так сказать, образ элемента А2 под действием автоморфизма и Б1. Вот в этих случаях говорят, что как бы посредством автоморфизма и Б1 элемент А2 подкручивается. Здесь как бы вместо А2 выступает подкрученный элемент. То есть элемент и Б1 от А2. Ну и вот таким образом на самом деле получается группа. Мы сейчас это будем доказывать, что действительно получится группа. Прежде чем это доказывать, давайте посмотрим, является ли полупрямое произведение обобщением прямого произведения. Можно ли взять такой вот автоморфизм, при котором здесь в правой части будет обычное, то есть такое же произведение, как было у нас в случае прямого произведения. Как вы думаете? Совершенно верно. Если взять тождественный автоморфизм, то есть который действует просто тождественным образом на группе А, тогда здесь у нас и Б1 от А2 будет равно А2. Вот тогда получим прежнюю конструкцию. То есть мы получаем, на самом деле, обобщение предыдущей конструкции, которое совпадает с прямым произведением, внешним прямым произведением, если у нас просто взять тождественный автоморфизм. Так, ну давайте докажем, что у нас выполняется ассоциативность. Итак, корректность. Проверим. то у нас А1 Б1 умножить на А2 Б2 умножить на А3 Б3 равно А1 Б1 умножить на А2 Б2 на А3 Б3. Вот я поставил знак вопроса, вот это нужно проверить. Если у нас нет ассоциативности, конечно, у нас никакой группы не получится. Так, ну давайте сначала перемножим здесь скобочкой. Значит, в левой части что у нас получится? А1 умножается на подкрученный элемент А2, причем подкручивается с помощью автоморфизма Б1. То есть получается у нас и Б1 от А2 Б1 Б2 и умножается на А3 Б3. Так, теперь вот эти два элемента перемножаем. Итак, сначала я первый элемент просто переписываю А1 и Б1 от А2 и дальше должен подкрутить элемент А3. А он подкручивается с помощью какого автоморфизма? Автоморфизма, соответствующего Б1 Б2. Итак, я напишу так и Б1 Б2 от А3 запятая ну и дальше Б1 Б2 Б3. Как раз на втором-то аргументе все в порядке. Здесь, видите, здесь просто перемножаются элементы здесь легко. Так, ну теперь давайте в правой части выполним действие. Итак, сначала есть скобочки перемножим. Получается А1 Б1 здесь получается А2 умножается на элемент подкрученный элементу А3 с помощью Б2. Получается ИБ2 от А3 и запятая Б2 Б3. Так, и наконец, вот эти вот перемножаем порядочные пары. Получаем А1 А1 умножить на И Б1 от А2 умножить на И Б2 от А3 вот так вот запятая Б1 Б2 Б3. Так, ну теперь давайте сравним, что у нас получилось слева и что получилось справа. Видно, что внешне вроде бы разные выражения, да, здесь вот произведение и здесь произведение. Ну, слева у нас стоит множитель А1, здесь все в порядке, а вот нужно проверить, что вот это вот действие с помощью элемента Б1 на вот это произведение равно вот этому произведению действия. Давайте проверим это. Итак, ИБ1 от А2 умножить на И Б2 от А3. Так как это у нас действие это гомоморфизм, то по условию гомоморфизма я могу написать, что это И от Б1 от А2 умножить на И Б1 умножить на И Б2 от А3. То есть здесь результат, скажем так, последовательного умножения. Но теперь мы вспоминаем, что И у нас действие, и когда мы применяем действие И от Б1 от И от Б2 от А3, то композиции преобразования таких что отвечает? Действие элементом Б1 на Б2. Композиции преобразования при действии соответствуют у нас произведению элементов группы. Итак, вот в правой части можем записать, что это будет И Б1 от А2 умножить на И Б1 на Б2 от А3. Так, ну вот теперь мы видим, что то, что мы получили, как раз совпадает с тем, что стоит в левой части. Итак, ассоциативность выполняется. Итак, здесь я воспользовался условием гомоморфизма вот в этом равенстве, а вот здесь я воспользовался условием действия. Так как действие. И композиция преобразования соответствует произведению элементов группы. Так, ну понятно, что мы пока еще не всю корректность проверили, мы пока проверили только ассоциативность. Дальше нейтральный элемент. Ну я думаю, нейтральный элемент вы сами догадаетесь, какой здесь будет. Какой будет нейтральный элемент? В полупрямом произведении группы. Какую нужно взять в упорядочную пару, чтобы при умножении на любую пару получить ту же самую пару. самую очевидную, конечно, пара ЕЕ. Давайте проверим. Итак, пара ЕЕ нейтральный элемент в полупрямом произведении. Так, ну давайте проверим это. АВ умножить на ЕЕ. Это по определению будет А умножить на И В А Е и В умножить на Е. Так, но как у нас автоморфизм действует на нейтральный элемент? Как вы думаете? Ну у нас любой гомоморфизм переводит нейтральный в нейтральный, правильно? Поэтому и автоморфизм тоже переводит. Значит, здесь будет пара АВ. В обратном порядке тоже ЕЕ умножить на пару АВ. Это будет Е умножить на И Е от А В. Но как действует действие, отвечающее нейтральному элементу? Оно действует тривиальным образом. То есть элемент А переведет в А. Получается тоже АВ. Так, мы указали, что пара ЕЕ является нейтральным элементом. Так, ну и осталось указать обратный элемент к паре АВ. АВ минус 1. Это будет И СМВ минус 1 от А минус 1 от А минус 1. Вот. Давайте я сейчас это проверю, что вот так выглядит обратная пара. Действительно, если я возьму пару АВ и умножу на вот эту пару и В минус 1 от А минус 1 В минус 1. Перемножаем. Получается А умножается на вот этот элемент, подкрученный с помощью элемента В. то есть получается ИВ от И В минус 1 от А минус 1 запятая В на В минус 1. Здесь опять же применяем то правило, что раз это действие, значит, композиции преобразований соответствуют действия с помощью произведения В на В минус 1. В на В минус 1 дает Е, а Е действует тривиальным образом. Значит, получается в итоге вот это вот у нас будет А минус 1. Ну и понятно, что это будет ЕЕ. Так, ну и давайте в обратном порядке тоже перемножим. И В минус 1 от А минус 1 и В минус 1 умножить на пару АВ. Проверим, что тоже будет нейтральный элемент. Итак, получается и В минус 1 от А минус 1. На элемент А мы должны элемента подкрутить с помощью В минус 1. Получается и В минус 1 от А запятая и дальше В минус 1 умножить на В. Так, так как можно воспользоваться условием гомоморфизма, это будет у нас и В минус 1 на А минус 1 умножить на А. И условия гомоморфизма. Минус 1 на А это будет Е, ну а поскольку это гомоморфизм, он Е переводит в Е. Значит, слева будет Гомоморфизм, стеки нейтральный, переводит нейтральный. Ну и справа тоже будет в. Получается пара Е. Так, все, корректность полностью мы доказали. мы показали, что вот это полупрямое произведение групп, оно само является группой. Ну и вот операция, которая здесь вот такая вот нетривиальная, заключается в том, что без действия группы В на группе А мы бы не смогли бы ввести вот полупрямое произведение. То есть, вообще говоря, вот это действие и с индексом В, оно определяет полупрямое произведение. А если бы было бы другое действие, было бы другое полупрямое произведение. Поэтому, строго говоря, конечно, нужно было бы указывать, что мы, какое мы действие, так сказать, фиксируем группы В на группе А. Так, как у нас будет обозначаться полупрямое произведение? Давайте я запишу. Обозначаться у нас будет так. вот таким вот символом полупрямое произведение. Еще раз повторю, что вот конструкция полупрямого произведения, она зависит явно от выбора вот этого действия группы В на группе А. Выберите другое действие, будет другое полупрямое произведение. Так, ну а теперь мы перейдем уже к изучению свойств полупрямого произведения. Так, теорема 2. О свойствах полупрямого произведения. Итак, пусть А, полупрямое умноженное на В, такое полупрямое произведение. Группа ИВ. Тогда первое условие А является нормальной подгруппой в полупрямом произведении. Ну, опять-таки, подразумевается, что в качестве А мы берем изоморфную копию. А это на самом деле А умножить на Е. И так, А является нормальной подгруппой в А на В. Так, дальше второе слово В. Фактор группа полупрямое произведение А на В по А изоморф на В. Следующее условие. А полупрямо умножить на В равна А умножить на В. Ну, опять-таки, где подразумевается, что здесь А это на самом деле ее изоморфная копия А на Е, А на В это Е умножить на В. Итак, говоря о том, что у нас А и В это подгруппы внешнего прямого произведения, мы каждый раз подразумеваем, что вот мы рассматриваем на самом деле в качестве подгрупп изоморфные копии вида А на Е и Е на В. Так, ну, доказательства. Так, ну, давайте сначала проверим, что А является нормальной подгруппой. Для этого мы просто возьмем в пункте В именно равенство. Почему? Потому что мы говорим, что А это подгруппа А на В и В тоже подгруппа. Подгруппы можно перемножать. А перемножая две подгруппы, мы получаем группу, которая на самом деле совпадает с исходной группой. Вот и все. Поэтому равенство. Так, доказательства. Значит, ну, давайте возьмем элемент вида А'Е принадлежащий А. Я уже сказал, что А это на самом деле вот такого вида А на Е. И возьмем пару АВ принадлежащую полупрямому произведению. Давайте составим произведение АВ минус 1 на А'Е и умножить на АВ. элемент, сопряженный к элементу А'Е. Я хочу показать, что сопряженный элемент тоже будет лежать в А. Ну, точнее, в А на Е заморозной копии А. Так, ну, давайте воспользоваться сначала тем, как выглядит обратный элемент. Вот у меня здесь записан с помощью действия. Итак, получается И В минус 1 от А минус 1 на запятая В минус 1 умножаем на А'Е и умножаем на АВ. Давайте сначала вот это действие выполним. перемножаем как бы слева направо. Так, что у нас получается? И В минус 1 от А минус 1 и мы должны подкрутить элемент А'Е с помощью В минус 1. Получается И В минус 1 от А'Е так и здесь получается В минус 1 умножаем на АВ. Так, и наконец перемножаем эти пары полученные. Получается И В минус 1 А минус 1 на И В минус 1 от А'Е с 3. Ну и здесь нужно взять элемент А подкрутить с помощью В минус 1. И В минус 1 от А. Так, ну и дальше получается В минус 1 умножаем на В получается Е. Так, ну понятно, что здесь в силу условия гомархизма можно записать вот это вот произведение из трех элементов проще. Это И с индексом В минус 1 который действует на произведение А в минус 1 А' штрих ну понятно, что это будет какой-то элемент из А неважно какой для нас важно то, что здесь у нас вторая компонента это Е значит, то, что мы получили произведение принадлежит А на Е которую мы отождествляем С вот и все и так мы показали, что действуя на элемент А с напряжением с помощью элементов из полупрямого произведения мы снова получаем элементы из А значит, А является нормальной подгруппой так, часть А доказана так, давайте часть Б докажем часть Б так, устроим отображение и из полупрямого произведения А на Б в Б и отображение Фи выстроим так значит, паре А, Б сопоставим Б так, ну понятно, что у нас Фи является гоморфизм групп довольно очевидно, давайте запишем Фи от А1 В1 умножить на А2 В2 это будет Фи от я напишу так звездочка Б1 Б2 первый элемент для нас не важен я на него не обращаю внимания а Фи от такой пары дает нам Б1 Б2 ну это же самое что Фи от пары А1 Б1 умножить на Фи от пары А2 Б2 вот оно условие гоморфизма выполняется так дальше понятно что Фи сюрреективна потому что здесь можно выбрать любой элемент Б здесь его повторить понятно что найдется пара АБ которая в элемент Б производно выбран отображается Фи сюрреективна так ну давайте ядро найдем верно Фи понятно что это будет это будет пары вида какие АЕ потому что пар видов АЕ где А принадлежит А ну а это и есть наша подгруппа А и так мы по основной теореме о гоморфизмах по основной теореме о гоморфизмах мы получим что у нас образ то есть Б изоморфин будет фактор группе полупрямое произведение по мы это доказали так ну и давайте пункт В докажем давайте рассмотрим значит если мы пару АЕ умножим на пару Аштрих Б так что мы получим мы получим А умножить на ИЕ от Аштрих здесь справа Б но И с индексом Е это тождественное преобразование значит оно даст нам Аштрих получается А на Аштрих Б так ну а теперь давайте для того чтобы доказать что что у нас любое любая упрядочная пара АБ является каким-то произведением элементов из А элементов из Б давайте так возьмем АБ и представим ее вот здесь просто вместо Аштрих подставим нейтральный элемент Е это будет А умножить на Е Б и воспользуемся верхним равенством это будет что у нас такое это будет АЕ умножить на Е Б правильно то есть вот это у нас принадлежит А это принадлежит Б мы доказали что всякий элемент из полупрямого произведения представляется в виде произведения элементов А из Б полностью эта теорема 2 доказана так ну вот в какой-то степени я объясню почему мы используем вот такой вот значок для обозначения внешнего прямого произведения извиняюсь для обозначения полупрямого произведения дело в том что смотрите у нас А является нормальной подгруппой в полупрямом произведения про Б мы ничего сказать не можем но вот А всегда у нас нормальная подгруппа ну вот это вот треугольничек который как бы здесь вот мы тоже его используем для указания того что у нас какая-то подгруппа является нормальной да если мы пишем что А такой треугольник используем это означает что А является нормальной подгруппой ФЖ вот здесь как бы этот треугольник часть этого треугольника у нас как бы присутствует в обозначении полупрямого произведения то есть когда вы сразу сказать, что вот та группа, которая, так сказать, стоит в основании, ну вот, скажем, треугольник как бы показывает нам на ту группу, которая является нормальной. В данном случае вот эта группа А. Только надо помнить, что А у нас является нормальной подгруппой именно во всем полупрямом произведении. Вот отсюда произошло такое обозначение. Так, дальше. Давайте докажем теорему о разложении группы в полупрямое произведение. Ну вот как бы у нас была сначала формулировка, что такое внешнее прямое произведение, а потом мы доказывали, что у нас группа может разлагаться во внешнее прямое произведение своих подгрупп. Также вот здесь как бы есть абстрактное определение полупрямого произведения. А теперь мы покажем, что при некоторых условиях группа G разлагается в полупрямое произведение своих подгрупп. вот такая вот теорема эти вот здесь продолжим теорема 3 теорема 3 о разложении группы полупрямое произведение своих подгрупп так условия здесь должны выполняться следующими итак пусть же группа а и b подгруппы же такие что а а нормальная подгруппа уже b а и b тривиально пересекаются в же является произведением подгруппы а и b вот собственно этого и достаточно тогда тогда группа g изоморфно полупрямому произведению а и b причем b действует на действует на группу а внутренними автоморфизмами внутренними автоморфизмами то есть и с индексом b от а это будет а в степени b минус 1 или b а b минус вот таким вот образом сразу фиксируем что действие у нас будет не произвольное а именно с помощью внутренних автоморфизмов так ну давайте доказательства а 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 так ну давайте примерно идея такая же как в доказательстве разложения группы в прямое произведение то есть мы сейчас явно будем строить вот этот изоморфизм и опять таки мы правую часть будем отображать в левую то есть мы поделим гамморфизм фи который действует из полупрямого произведения а на б а на б ж и действует так фи вот а б равичные пары равно опять таки произведению а на б равно произведению а на б так ну проверим что фи гамморфизм прежде всего а а и гамморфизм то есть фи от а1 b1 умножить на а2 b2 равно фи от а1 b1 умножить на фи от а2 b2 так я ставлю знак вопрос вот мы это хотим проверить так но здесь давайте поперемножим просто что у нас слева получится фи от а1 так как мы перемножаем по правилам полупрямого произведения значит здесь должно быть а1 умножаться на элемент а2 подкрученный с помощью b1 получается и b1 от а2 b1 b2 так ну а подкрученный элемент на самом деле это вот на самом деле вот такое будет произведение да потому что мы подкручиваем не просто с помощью какого-то абстрактного автоморфизма именно с помощью внутреннего автоморфизма так значит давайте так запишем что это у нас будет тогда фи от а1 умножить на что на b1 а2 b1 минус 1 запятая b1 b2 вот здесь как раз видно что внутренний автоморфизм очень хорошо согласован вот с этим отображением фи ведь отображение фи у нас просто перемножает эти два элемента да которые стоят в скобочках а здесь что у нас происходит при перемножении b1 минус 1 и b1 вот они сокращаются правильно и так получается что просто произведение получается а1 на b1 на а2 на b2 а вот эти два элемента b1 минус 1 и b1 благополучно сократились так твердство справа получается а здесь у нас получается а1 на b1 умножается на а2 b2 то есть то же самое произведение и так как раз мы видим что конструкция полупрямого произведения хорошо согласована как раз с внутренними автоморфизмами потому что вот такое отображение которое раньше мы рассматривали в случае прямого произведения группа ножа здесь тоже является как бы гомоморфизмом группы так дальше проверим теперь что фи изоморфизм так почему фи сюрреективно b фи сюрреективно ну понятно что это сразу следует из того что у нас группа g является произведением а на b значит каждый элемент из g представляется в виде произведения а малой на b малой давайте на секс еще раз напишу для любого g принадлежащего g существует а малая из а и b малая из b такие что g равно а на b а это равно фи от пары а b так и наконец давайте проверим опять же инъективность инъективность как мы знаем равносильно тому что ядро тривиально фактически мы уже сегодня такую инъективность проверяли еще раз давайте проверим и так кернал фи ядро фи состоит из таких пар а b произведение которых равно е это упорядоченные пары а b такие что а на b равно е но мы уже писали что в этом случае а равно b минус 1 левый элемент принадлежит а а равный ему b минус 1 то есть понятно что этот элемент принадлежит пересечению а и b но у нас это пересечение а и b тривиально значит вывод и а и b равны е отсюда следует что а равно b равно е и значит ядро тривиально все мы доказали тем самым что фи является изоморфизмом полупрямого произведения подгруппы а и b на группу g и так чтобы сказать что группа g раскладывается полупрямое произведение своих подгрупп нам нужно прежде всего чтобы эти подгруппы тривиально пересекались чтобы одна из этих подгрупп была бы нормальной подгруппой и чтобы g как говорят порождалась бы эти подгруппы то есть когда мы их перемножаем получается вся группа g так ну давайте примеры разберем пока у нас были только чисто абстрактные конструкции но какие-то примеры я думаю я успею сейчас еще рассказать у нас целых две минуты примеры примеры группа sn это полупрямое произведение а n на циклическую подгруппу порожденной элементом 1 2 циклическая подгруппа у нас вот такими вот косыми скобочками обозначается так понятно что а n является нормальной подгруппой мы это уже многократно доказываем n нормальная подгруппа в сэм пересечение этих подгрупп понятно что здесь циклическая подгруппа состоит из двух элементов один из них е а второй транспозиция транспозиция здесь не содержится значит пересечение тривиально состоит только из элемента е ну и наконец понятно что умножая элементы а n на элементы вида е 1 2 другой мы получим всю группу sn понятно почему потому что когда вы умножаете элементы из а n различные на транспозиции 1 2 вы получаете опять-таки различные нечётные подстановки вА н у нас сколько n факториал делить на 2 элемент и здесь при умножении на 1 2 вы получаете столько же элементов n факториал на 2 различных элементов различных, потому что понятно, что действует в группе правило сокращения. Сократите на транспозицию 1, 2 и все. Получится, что элементы будут тоже различные. Так, ну вот получается, что перемножение дает нам еще раз, так сказать, те элементы группы Sn, значит мы доказали тем самым, что Sn разлагается в такое полупрямое произведение. Ну и давайте задачу такую еще запишу. Задача доказать. Что такая вот известная группа как S4 раскладывается в произведение V4 на... Так, V4 у нас содержится 4 элемента. Давайте на S3. S3 содержится 6 элементов. Здесь у нас 4 элемента, здесь 6. Вот оказывается, такое получается полупрямое произведение. В V4 мы доказывали, что это нормальная подгруппа. И вот прямых произведений, кстати, здесь нет. Ни в первом случае, ни во втором. Можете это проверить. Что везде и там, и там как раз у нас полупрямое произведение. Так, все на сегодня. Да, все на сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...